итак я снова здесь как-то попытался пройти и потратил целую деньжат надо скинуть серию вы таки как целую серию как ты мог кто ты такой после этого ну да ладно не знаю как там тяжело 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 туда видите пробегал уже пытался дойти до диабла но враги такие жирные господи как может этими жирными сражаться месяц просто магии не хватает их пробить вообще казалось всего лишь то убить каких-то жалких магов скелетов до взрывай тяжелый пояс это нафиг нужно шли вот видите казалось бы а тут уже толпа которую пробить надо я фигура пробил да не сплю я не сплю я же тебя выключил и возможно я просто уже устал играть диабло возможно это мир была просто идея фикс пройти а я никогда не проходил сложность кошмар никогда блин плохо он умер и все вещи не упали мне нафига это они даже были мне упасть душитель только сожри мою ману дева демон что за дева демон вызывает первый раз прочитала на зоне сейчас маной маной просто умри я взрывайте сдавать стесняешься этот ход завис так мне нужно манакая шамана исцеления сапфир быть вояти вообще узнал что оказывается мои вот эти выстрелы молнией вообще никак особо не пробивает скелетов скелетов магов так далее как я буду делать не знаю зачем я нужно еще уровне 10 до скажет надо гриндить я не знаю как-то не так интересно гвиндить вот допустим черепок который я играю а там гриндить интересно не знаю почему children of immortal тоже тебя заели слышь сейчас был там интересно гриндить то есть не знаю там есть какой-то прогресс а тут просто все превращается в то что ты глядишься дольче 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 то есть если ты как опять в других играх чем дальше идешь тем быстрее гриндишь но новые вещи но тут чем дальше идешь тем ты дольше гриндишь новые вещи и это просто полный привет такой-то недостаточно ману когти надо брать ты будешь атакуете нет алё дайте дайте мне долутать блин ну смотрите вообще не давать это шевельнут так девичьи копье чем я здесь 8 на 15 туфта надо своим дебилом сходить как он мог умудриться я же всех убивал взял где-то сдох как ащи посмел не понимаю так здесь я буду вы пытаться выбить себе конч более менее обвиняемый артефакт эти я без понятия че делать здесь я могу тупо в манну в сопротивление в лед качать хотя лет мне не нужен но не знаю можно будет чуваку давать если не будет хороший меч на дырке мак буре между тману блин так давай в принципе чем мы не сможем дьявол что любите господи мы же тут рядом что с мире происходит мониторю я тут рост падения рубля на фоне доллара и да я не понимаю все работает то есть тон растет он падает по каким принципам то есть если допустим все так укрепляется она должен дальше расти а если он потом опять падает то значит все ну короче там все делают разные заявления типа там байден дефолт там россия типа не дефолт мы подписали это это и и меняется и по идее тут же должна работать под спрос и предложение по моему тут спрашивает зачем я слежу за рублем хороший вопрос а чертяга да но я был к этому готов все просто как бы это парадоксально не звучало но наши цены и тенге в целом зависит от рубля и если рубль растет цены у нас тоже растут если рубль падает то цены у нас остаются а когда рубль растет цены опять растут понимаете вы подумаете где тут закономерность знаете я местами тоже от этого офигеваю что я вообще в упор нету ну каким-то макаром наша экономика так работает вот допустим зимой помидоры то или ну который я брал примерно полторы тысячи тенге примерно это 6 долларов это же стяга вот сейчас конечно лето сезон и помидоры стали стоить по 300-350 тенге на этой но где-то до доллара может доллар может меньше огурцы уже пол доллара продаются вот ну конечно представляете да разницу платить то ли 250 тенге за огурцы то ли полторы штуки ну и за помидоры естественно помидоры почти все дороже не знаю я смотрю на эти помидоры и понимаю что лучше чем брать какие-нибудь десертные или еще что-то я лучше возьму мясо а ну и будет сражаться что-то держишь сразу как по факту срывай бленон один прокачать этот чтоб стрел выстрел было больше ну ладно это там пассивка быткой интересно вкачать хотя блин пассивку лучше ну смысле не пассивку это халявные навыки лучше вкачать в пассивку что такое медленно летом мага каще может быть веганом когда мясо дешевле вот не понимаю цены конечно это жуть и вроде хотелось бы понять как все это строится но в плане что как я понимаю должен все работать то есть страна должна обеспечить свой внутренний рынок как только там станет все хорошо делать все на экспорт возможно конечно эту бою и делаю не думаю неправильно но развиты не так должно быть просто я ездил когда за город я видел кучу кучу у нас теплиц а когда где-то спрашиваешь типа о почем помидоры столько-то откуда нет это ташкент или это эскерпидии или это еще откуда чего но же теперь за тебя вас полей дофига уже ему помидоры вырастить нормально не можем возможно нет просто говорят типа чтобы как сказать поднять цену ну либо они пытаются всех обмануть таким макаром берут обычные помидоры а ну смысле это я уже сказал либо они берут все что выращивают на импорт все странное на покупку но это вред не да возможно наши обманывают другого не дано ну то есть я по счету в своей голове представить так что типа люди живут как в арабских эмиратах ну то есть допустим обеспечили себя помидорками всякими томатиками что тут 45 у тебя чё тут 78 ну хотя парадам и все и томаты должны стоить у нас за бесценок понятное дело что как бы тогда смысла в этом не будет как государство не заработает прочее но это не знаю неправильно я чувак уходи такого черта вот чем я эта игра сначала бесить это в этом тупом моем персонажи мне нужно чтобы он помогал мне а не бесил меня как я могу на него положиться если он пытается гуфнуться при первой же возможности но типа вот допустим некоторых штатах америки есть бензин который стоит там четверть цента что ли вот четверть доллара иметь 25 центов когда допустим какие-то городах там двадцать пять ой что я говорю три доллара четыре доллара у этих такой дешевый я так понимаю что у них они его добывают имеется ввиду бензин и поэтому они в рамках своего государства делают его дешевле и это хорошо же сразу видно что более-менее хотя бы стараются помочь людям своим не знаю поддержать их как бы очень мешать нам то есть ладно дать какие-нибудь государственные субсидии понятное дело что государство лишний раз наверно тратить не хочет но я все равно живу в мире фантазии где верю что все заинтересованы в том чтобы вы развивались то есть сейчас секунду чем я с уровнем 56 сейчас я буду рассказывать истории от которых возможно это бомба не так он возможно как они так ловушки вот по идее надо взять это она увеличится 3 на чуть-чуть 12 процентов это должно на 24 увеличить как и минимум нет еще рано по идее надо прокачать эту и у него тогда будет выстрелов сколько здесь 5 выстрелов а будет 6 буквально 1 не хватает я могу перекачаться вот это все по сбрасывать чертям блин если бы я мог чисто вот ее сбросить там не вот это все заново вкачивать так в ламу давайте просто сделаем пусть больше бьет от 6 выстрелов нормально так я хотел сказать что-то чё всех будет бомбить я забыл ну и ладно когда не вспомним а так вот насколько я знаю многие не любят ссср я в нем не жил сожалению не могу сказать хорош он или плох но я вырос но рассказах о нем понимаете и знаю определенные про него вещи что допустим были всякие бесплатные там поездки прочее выезды там разные другие плюшки хотя много героев типа все было замкнутая сторона выйти нельзя но там видно в разные периоды времени да я историю знаю так себя и гаси отъехал даже крикнуть не успел сейчас одного один ляжет лягут остальные глава самому не лечь первым делом и самое чем не понравилось что когда только блин я не помню кто пришел когда только все это начало развиваться блин ленин по моему занялся образованием малограмотных можно наверно так сказать так опять же я могу можно могу ошибаться но поскольку я как-то наслушать приятных историй я буду с вами делиться вы там сами считаете нужно не нужно то есть человеку когда зарождался так понимаю советский союз ему было выгодно чтобы люди были умные и это же хорошо это сейчас выгодно чтоб многие не понимали потому что чем тупее человек тем проще им манипулировать там вызывать на митинге прочее говорить его это что я свобода слова ты же хотел давай выходи давай по факту просто использует но тут уже дело 3 10 кто как считает что использует он и его или дело 3 но по его правая не знаю вот не к этому я к тому что в целом это же идея посыл типа делать своих всех богаче вы не были в достатке это что же увеличит престиж скажем так люди будут больше зарабатывать больше платить налоги хотя возможно они будут пытаться от них уйти но опять же это все зависит от того насколько человек ушлый насколько он любит свою страну что если человек любит свою страну то он не будет нарушать законы но я так считаю уже а смыслом их нарушать факт но кто где че никого странно вот я просто не вижу смысла нарушать закон как бы ну и ладно ну сэкономишь ты там станешь богаче и чё ну и свальшь со стороны но не знаю где непонятно как бы я бы не хотел никуда уезжать то есть если бы я у меня была возможность я не был такой ленивый задницы как но и не любил там сидеть и играть ком возможно я бы пытался сделать что-то в плане политического что чтоб страну развитие не так что типа укради убеги и так далее понятное дело что скорее всего первое время как крути не крути от взяток и прочее ты не уйдешь старайся не старайся пока такое сознание у людей тебе придется с ним жить и выкорчевывайся потому что если сейчас я так понимаю не дашь допустим взятку не возьмешь а чтобы дать надо взять потому что там же многие все уши там и не будут за 5 долларов сидел тебе нужно их тоже будет брать чтобы давайте но видите опять же жадность прочее очень порочный круг сторона хочешь сделать что-то хорошее с другой стороны можешь и сам попасть в эту каблу и все и начать жить для себя мне до хочется жить сказать для города для страны сделать то что ее улучшить чтобы я хотел своих детей учить здесь они день за рубежом не знаю почему но у меня такие желания возможно это не совсем правильные или еще что но я просто мечтаю что когда-нибудь нашу страну развею так что все будут хотеть чтобы их дети учились в нашей стране просто не вижу смысл а ты допустим политик возьмем той же россии там и ты отправляешь своих детей куда-то в америку там во францию и прочее сразу хоть чтобы они там жили чтобы не насмотрелись всякого бреда и думали что их страна отстой и потом где-то из-за рубежа парафинилия ну и зачем это все для чего скажите мне это еще странно у тебя есть твоя страна ты должен ее любить но нет же ну хотя с другой стороны понятное дело когда ты жил сюда в достатке потом свалил другую страну живешь там радуешься клубы вечеринки там деньги прочее ты вообще не о чем не паришься конечно на фига тебе это все надо но все равно я хочу как бы кто-то скажет ну и чё ты тут только я сидишь и орешь все могут сидеть и орать столица нет знаете я делаю то что могу на своем уровне как бы мелочи ну да ладно то есть идешь по улице видишь мусор как лежит на подымение силу если я иду и вижу что нету мусорок я не кидаю это дорогу я просто иду ищу мусор у нас да есть места где мусорок нет тупо я не знаю почему многие другие не могут а не знаю идешь по воду езду вижу кто-то бутылку оставил думаешь но ёптгдк чтоб тебя руки твои в задницу засунули чтобы они оттуда махали не проходишь мимо берешь и выкидываешь вариант на дело что всегда есть дебилы которые будут а мы еще накидаем а вот эти без мозгов которые вообще у которых мозг атрофирован наверное которые забыли вообще как им пользоваться дегенераты пардон у меня иногда несет когда начинаю думать про людей которых я не понимаю вот как бы и все видишь человек идет сумками ну подойди помоги да я не скажу что это делаю каждый раз прям сто процентов и ну когда я могу когда так сказать как вы это объяснить пока ты не выгорел имеется ввиду там рабочие моменты прочее ты идешь да и ты всем очень не может делать или не спешишь куда-то не скажу что это делаю каждый день но это я не делаю раз жизни или раз в месяц нет там раз два дня наверное не знаю это довольно часто поэтому я поздно это прихожу да и так не к тому что я хороший я считаю что это типа обычная вещь которую все должны делать то есть первым делом чтобы страна стала лучше нужно менять сознание людей а чтобы менять сознание леди нужно менять сознание свое понимаете как все работает это называется нормы общество то есть человек живет в обществе и он видит как все поступают он видит допустим что все берут взятки что и все дают взятки что типа дать взятку это типо нормально типа только тогда будет врачу лучше следить за тобой ну это же бред же взятку можешь дать как подарок в конце то он допустим вылечил это ему спасибо вот тебе а не для того чтобы он тебе речи лучше как бы это по мне очень странно я не понимаю как может быть не должно быть такого я возмущен давай давай да ладно не вылетела в стену и вот жизнь в обществе определяет как ты должен участвовать смотрите тебя допустим воспитывают дети эй родители ты выходишь на улицу слышишь маты приходит домой начинаешь постараться что детьми на улице провел больше времени и там они все матерились и ты конечно тоже будешь материться это естественно вполне как бы так давайте дебилку пищем все пора диабло пинать диабло я пришел бить тебя даже смерть не спасет тебя от меня я уже думал где он что там взял отлично ты прийти не успел уже кони двинул да надо отойти до маны так господи я в классе терять так вот сознание людей это же самая основная вещь одну ночь пережили надо еще две секунду так хоп хоп серьезно а на честный бой слабо было выйти а тряпка тупой диабло все спину неприятно да было прикольство он бил еще и жизнью с ногу так вот сознание людей все зависит от него как только поменяем сознание людей типа покажем им что правильно как правильно себя вести в обществе так и все то есть понимаете есть если человек все время материться и он придет в общество где все не матерятся то у него будут стоять как дебила и социале социализация его все равно заставит быть как все так же и здесь все же просто и это мне отвлекать пока это пока лежит пусть отдыхает и стегали здесь появилось иди воюй так быстро закатываешься теперь до чего мы его забьем я думаю вот я очень мечтаю чтобы люди начали менять ведь это возможно я просто сужу по себе что типа если я могу измениться господи я не самый лучший человек поменяет мешать поменяться другим поменять свое сознание захотеть делиться не знаю не быть сволочью он как минимум кто-то скажет это же утопия нет это не утопия это просто общество это этапы этики и морали наверно как религия понимать меняешь одну религию на другой у нее разные устои но тебе просто надо их придерживаться и все будет хорошо нельзя переехать европу и стать европейцем как многие мечтают нужно создать ее у себя поменять ход мыслей делать все для страны то есть пострите китайцев они там чего-нибудь намусорили пошли сами убрали господи это же круто это не значит у них дворников нету знать что они заботятся о своей стране даже круто господи мне сколько тут вызывайте вот да ладно она сразу бухнулась даже выйти не сделать и надо продать то что на мне не валялся дороги не знаю каждый раз я об этом когда думаю думаю блин это же не сложно что мешает людям жадность правильно кто сказал пять садись в угол в смысле возьми прыжок садись и наслаждайся жадность вот основной порог людей это жадность сейчас бы еще и вышел было прикольно сейчас этот меня гуфница сразу дебил лайт он не может стоять в сторонке были наш глаз зачесался наши вон мы хотим сделать туристический город господи вы туалеты в городе сделать не может какой туристический город в ойчок нельзя просто захотеть сделать город туристический я вообще пробиваю его на ожидаемо а я взял да забыл молодец вся побея все он не такой же сильный пока тряпка а вызовет ее господи еще он тупит обезть мне ты давай честный бой а очень честный не будет своего этого вызывать он сына бесполезно я не отдала меня долбить а что так быстро кончились да ладно пока шанс его деграданта трачу мне нужно чтобы у меня не кончались бутыльки почему нельзя купить какой-то не за бесконечный мешок бутыльков зачем вот это вся беги сюда беги туда да да ты же знаешь что ты чмошник да ты же знаешь что ты чмошник да тихо значит не отъехал от этого чмошника не потому что я слабый он просто заморозил меня ты можешь бить честно а я сказал честноней своей тупой магии господи ты еще умеешь чоне другой кроме как стоять эту магию уууу а че застовый сильный такой Фигасе. Продам. Вот он здесь валяется ни туда, ни сюда. Что происходит? Что-то у него по магии жестко стало. Что специально просто тут фигачишься, да? А у меня еще это отвалилось. Отлично. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Эх. Ну ничего, я верю, что рано или поздно все равно общество растет, общество меняется. И каким бы оно сейчас не было слабо в плане развития для людей своих же, все разобьется. Это лишь вопрос времени. Ну что, я верю. Что же ты? Что же я верю? Что же я верю? Абсолютно. Что же я верю? Что-то самому... Так Ай, черт Сама В смысле у тебя так в жизни мало? Ты можешь не пытаться тоже гуфнуться каждые 2 секунды Блин, у меня уже кругом тут ошметки моих ловушек валяются Ага, ага, ага Четырежды Ага, ага, ага Ты можешь прожить больше, чем один удар, а, женщина? Ты куда побежал, трус? Смотрите, что творит Потому что если вот в свое время Дубай смогли развиться Они же тоже были таким колхозом Как бы, может и наш колхоз разорвется Кто знает Кто-то скажет, ты назвал свою страну колхозом? Ну блин, что есть, то есть Нет, у нас местами она красивая Пейзажи, территории, все такое, знаете А-ля Швейцария Но только, к сожалению, быт советский, как говорится Постсовковый Когда люди стали злыми, жестокими И их интересует только выгода Давайте же осталось тут два удара, господи Хватит меня жарить Но все равно, я не знаю Я по рассказам, то, что мне передавали родители Поскольку я в ней жил, в советском сфере Я понимаю, что кто-то там недоволен В основном, у кого раскулачили, так сказать У кого забрали его имущество Для всех Ну блин А что делать? Понятное дело, что какой ты строй не сделаешь Сюда будут довольные, недовольные Всегда Ты не сможешь построить идеальное общество Сделаешь, допустим, доступное все для всех А кто-то будет более жадный Сделаешь все для жадных Но кто-то будет страдать Как бы Не может твой доход Как правильно объяснить? Большой доход не может быть безжертвенный То есть, если ты зарабатываешь Кто-то на этом теряет Все просто Даже продажи той же еды Ты зарабатываешь, но у других ты забираешь деньги Которые они могли бы тратить на очень другое На бухло, например Да, понятно, что Собака, ты можешь сдохнуть? Пожалуйста А ты нет Давай, давай, давай У меня тоже есть мана Ой, да ты ж тряпка В общем, я считаю, что надо менять человека в себе Не пытаться затащить что-то к себе в страну А именно менять это в себе Поменяешь себе Станешь крутым Станет общество лучше Станет общество лучше Заживут все хорошо Давай, один удар этой твари Ой, блин, еще отлично Почему я как раз во время боя Все это и садится Все, я же говорю Тряпка, это дьявол ваша Отлично Шлем стилет Черт, надо смотреть, что из этого лучше Так Слушайте, я думал, дольше будет Стой, мне нужно моего дебила воскресить Так, дебил есть Так, у тебя есть меч какой? 5 на 32, да? Это мне пригодится Че, одинаковые, что ли? 28 28, 26, они реально одинаковые Вы издеваетесь? Ладно, пофиг Подавись Ну и вот это наберу Я не знаю, зачем мне вообще вот здесь Если я здесь не использую Но это такой, наверное, критический случай Когда у меня не будет времени открыть меню Отлично 113 Господи, какие же мощные Смотрите 113 3 голод Голод это Жет Оборотни Вот, фу-ты Я это трогал Пошли Все, мы переходим к последней главе Позднее я слышал, что его победили Я помню Мы это Мы это видели Все, бла-бла-бла Кто-то скажет Эй Я не хотел Смотреть как ты Проходишь детскую Сложность Хочу максимально Посмотреть Видосики Да ладно Нафига вам Мы все их видели Смиритесь мы должны думать о всех они о себе вот первый этап думая о всех не только себе я не думаю только себе или думаю блин я не понимаю то что я не даю доски это я думаю себе или нет но если выдавал видосики тут было бы серия на час она еще и зависла отлич а нет не зависла так но первым делал я хочу продать день добрый так давай пора дать тридцатка ходу тридцатка это сам максимум что я могу продать так что здесь могу ничего не могу здесь чем могу 38 83 фигасе но здесь сопротивление всем видом были не могу менять так когти не могу броника бронька вроде как 702 я и забыл сколько нами хорош короче здесь нету больше ни одной вещи которые могу себе купить от меня печаль тогда эти квест где-то тут должен был бы не горит сейчас я отправлю щенка этого убивать не так то сейчас мы потом за 6 серий пройдем эту игру и пойдем к этим а кто нету никого кто мне квест дает я забыл вот я же был у тебя ты чё мне не дал квест ты чё офигел ладно давайте на этом все развивайте себя и общество